больших всем привет ну что ж у нас приятный вечерок уже более-менее прохладный и давайте что-нибудь распакуем в прошлом видео я рассказывал что у нас сейчас будет изучение одной из этих игр и конечно почти все были уверены в том числе я что это будет гром of killford если бы не мешался его величество случай а сегодня у нас 20 августа 2020 года это ровно 130 лет со дня рождения говарда лавкрафта поэтому я люблю совпадения и мы неожиданно будем знакомиться с знаком древних даже с дополнением чтобы было интереснее распаковать потому что то что в базе почти все знают кто любит эту тему дополнение по моему на русском даже и не выходили можете меня поправить если они прав но по моему на русском выходил только базовая коробочка а все дополнения выходили только на английском поэтому посмотрим из чего они состоят сразу же не ожидая изучения базы и так сегодня день рождения автора этого мира и я люблю такие совпадения интересные поэтому с большим интересом сейчас посмотрю содержимое коробки которая у меня лежала не распакованы на полке долго долго-долго-долго даже не знаю сколько и времени а я где-то рассказывал как она случайно у меня получит появилась в коллекции и особого интереса к теме у меня не появилась и я как-то его ее забросил думаю сейчас мы это исправим дело в том что самом этом авторе писатель и несмотря на то что я довольно начитанный человек и в юности и в детстве читал очень-очень много про данного автора я узнал только когда улегся настольными играми это сложно наверно проверить но это так причина здесь очень очень простая я совершенно не интересуюсь и не интересовался даже в детстве темой ужасов то есть все авторы пишущие в этом жанре прошли мимо тоже стивена кинга день не читал почти ничего но зато единственную книгу которая почитал у него читал два раза книга называется как писать книги как видите не про ужасы очень интересная кстати кого интересует тема рекомендую нас даже каталошка каталог семнадцатого года так вот lovecraft я тоже не читал ничего про игры знаю много но у меня у самого едва не появился ужас архива второй редакции который с которым я познакомился в самом начале увлечения и у меня поразил своей масштабностью своей какой-то запредельной сложностью как мне тогда показалось я хотел прикупить его из все дополнения сразу и начать изучать но вот не сложилось итак ну тут распаковка очень простая я думаю содержимое те кто знаком с игрой знают это куча жетонов и куча карт карты большие и они в таком необычном не в этом не в обычном не в обычной пленочке просто в кулечке сразу же интересно это видимо локации да кто игру знает и злодеи карты хорошие тисненные я не знаю локализацию эту версию русскую я знаю что она есть я не знаю как она издана издана она по моему хобби вордом до или какой-то из российских компаний и возможно что там печать другая но это будет наверное интересно тем кто любит сравнивать иностранную и русскую печать вот смотрите иностранное это плотные подлен карты и большие но я думаю что то в российской тоже самое так это локации еще одна пачка наверно то же самое здесь просто разделили чтобы влезло тоже такие же карты так вот о чем я говорил игра появилась в коллекции чтобы у меня появился еще один пасьянс почему я люблю пасьянс с кубиками потому что я считаю что случайность в настольных играх это до какой-то степени модель нашего мира где тоже очень много случайностей и закономерностей и иногда непонятно чего больше и когда я моделирую какую-то ситуацию в настольных играх мне нравится что там есть элемент рандома такого более или менее регулируемого я не знаю насколько он здесь будет регулируемый ну познакомимся лишь два листа жетонов в основном это видимо монстры модификаторы монстров или что-то там я помню что смотрел летсплей но это было так давно что я уже почти не помню механики то что там тянулась вот эти вот штучки тянулись накладывались на локацию что-то там увеличилось не это очень понравилось но сам я еще не играл как вы видите жетоны тоже подлен тоже плотные хорошие почти не гнется даже довольно хорошие кубики и еще колода карт маленьких это все что есть в самой базе и увидели оригинальное российское издание то вы принципе можете сравнить его западным думаю что ничем не отличается может быть только картон самих карт может отличается в русском издании если кто-то у кого есть российская версия напишите есть отличие нет чисто внешне а так вот органайзер тоже можно сказать отсутствует ну в принципе для карточной игры наверное это и нормально для жетонов может кулетчик дополнительный просто будет и все вот так выглядит содержимое базы и давайте давайте сразу же посмотрим и дополнение чтобы не делать отдельную распаковку просто посмотреть что же добавляется в дополнениях знака древних вообще из чего она состоит мне тоже интересно я пример отец я примерно представляю поэтому будет интересно что здесь добавляется просто карточки или какие-то механики это дополнение у нас а mens of the deep что-то с водой связанная давайте посмотрим и так дополнение выглядит вот такой маленькой коробочкой сама коробочка тоже довольно качественная приятная это не дополнение вот такого типа где просто картонка на выброс а это полноценная такая в качественной коробочкой что у нас внутри правило не виде книги в виде буклета а еще дополнительные две странички этих жетонов добавляются видимо базе и большая пачка карт тоже видимо локации потому что большие и маленькая карт ну нормально так выглядит я думаю что это просто то же самое только больше локации больше событий ритуалы и попробуем посмотреть потянули я такой английский текст то есть нужно ли локализация для этого графика лучше то есть то о чем я говорил по сравнению с по finder у меня здесь нет никакой антипатии наоборот даже симпатия смотрите очень красивые картинки традиционные для ffg то есть художественное решение здесь намного круче чем ух по по finder а монстры разные водные надо было показать а у базы давайте покажу базы графику до графика ну мне нравится она такая традиционная без всяких таких претензий как по finder кстати насколько я вижу у дополнение даже красивее да тут морская тематика это добавляет красоты ведь какой товарищ так ну и карточки добавляется что-то абсолютно точно такое же качество я думаю что это все можно будет замешивать и в базу и так оценка английского языка берем случайную карточку вытягиваем попробуем прочитать муки не что это такое я не знаю этого слова несколько человек начали задавать вопросы стоит ли риска я общий смысл понимаю здесь нет сложного лавкрафтовского текста насколько я вижу но плохо читабельный текст сам шрифт плохо читабельный надо найти локализацию посмотреть как там решили эту проблему да я бы я бы предпочел локализацию чтобы погрузиться в атмосферу все-таки нужно вот этот текст читать мой английский справляется со смысловым содержанием то есть я пойму что от меня хотят но я не смогу насладиться текстом художественным так что возможно лавкрафтовская тема даже если вдруг она меня зацепит и мне захочется познакомиться с другими играми типа того же карточного уже сарашки мы еще чего-то что говорят ближе к по finder упал по механике то мне придется как-то добывать русский русскую версию и так однозначно ну а пока будем знакомиться с тем что есть так не путаем это у нас дополнение это база и попробуем разобраться вообще казалось бы по видео банальная распаковка но на самом деле для меня это важный момент это знакомство совершенно новым для меня миром лавкрафта как бы это странно не звучало потому что у нас в настольном мире это одни из самых распространенных настольных игр с которыми знакомиться наверное в начале они в конце своего настольного пути ну что ж никогда не поздно начинать знакомиться с тем что по какой-то причине странной обходила меня стороной а гордо лавкрафта с днем рождением вряд ли я у него что-то прочитаю когда-нибудь хотя зарекаться не буду но вот с настольной частью его миров и познакомиться обязан так как игры в миром говарда лавкрафта это очень большая и известная часть настольного хобби спасибо что посмотрели всем пока и до новых встреч на канале